Нет, ну надо же, ну такой красивый котик и вот это вот натворить. Я бы своим не знаю, что сделала. Да ладно, люди не верьте, это она сама разбила горшок, а на кота сворачивает. Ваш пушистый любимец тоже грызет домашние растения или роется в цветочных вазонах? Прямо сейчас вы узнаете результаты тест-драйва методов, которые должны помочь отучить котиков от таких вредных привычек. У меня в гостях Юлечка Шелучко и Самвел Адамян. И котик, который, насколько я понимаю, просто попал в такую ситуацию. Это же не твой, это твои подруги, да? Моя подружка уехала отдыхать, ну и, естественно, котика попросила лишить у меня. Как его зовут? Симба. Красивый. Ну видно, что с характером. Ну такой породистый, с характером, красивый, такой благородный кит. Весь в тебе. Да. Породистый, с характером. Он грызет мои квиты, а в меня их очень много. А ты пробовала что-то делать? Ну, конечно, я пробовала. Что? Я закрывала его в комнате. О, Боже. А он кричит, царапится, мне его жалко. Жалко. Я все равно его выпускаю, я уже квиты ховаю наверх, а это шкид, это он все равно. И на холодильник заскакивает, и везде. Я хочу всего налупить, потому что он ховается от меня. Ну, ты боишься, что он расскажет потом хозяйке, твоей подруге? Моя подружка не будет видеть эту передачу, но я по жопе пару раз дала. Дала по жопе, это не помогает. Конечно, не помогает. И все равно катастрофа с квитом. Да, да, да. Вы знаете, моя подруга рассказывала подобную историю, именно поэтому я, ребята, собрала. Она говорит, что ее кот просто обожает домашние растения, но при этом он всячески их портит. Начиная от того, что просто обгрызает листки, цветки, куда бы она ни ставила. Либо пытается, извините меня, сходить даже в туалет, в вазон, который побольше. Слава Богу, что у меня такого не было. А ты проверь. Я знаю, что у Самвела такая проблема была с его Томасом драгоценным. Я работаю в театре, в оперном дарят цветы люди. Ну, одно дело, когда дарят, допустим, там, ну, такие, что ты поставил, в вазу, да, можно вынести на балкон там или куда-то. А если дарят в горшочках цветы, это те, которые будут расти долго, и очень опасно, потому что кот может их и перевернуть, и разбить. Перевернет, там, допустим, ламинат тебе разобьет или что-то. Или просто постоянно переворачивает, тоже грязь. Перевернет то одно, она жрется ядовитых цветов, может кот умереть. Ну, Самвел это тот хозяин, который больше переживает о котах, чем о цветах. Поэтому задача, чтобы вообще не подходил к горшку этому. Туборщица в театре посоветовала взять воду с перцем, размешать с обычным черным перцем и побрызгать цветы. У меня завял цветок. С вредными привычками котов сложно бороться, но мы обязательно справимся. Я нашла в интернете на разнообразных форумах четыре метода, как бороться подручными средствами с этой распространенной проблемой. Я раздала Юлечке и Самвелу по два метода, которые они уже протестировали. Причем для того, чтобы проверить эти два метода, нужно было использовать два разных вазона. Это одно из условий, которое поможет нам объективно найти работающий метод. Эксперимент длился неделю, но результаты мы узнаем с вами сегодня. Таким образом получим уже готовые, действующие, я надеюсь, что получим, методы, которые помогут и нашим котам. Ведь они-то действуют ради своего удовольствия, а потом же наказания не избежать. Но кто ж такое терпеть будет? Давайте посмотрим, как справился с первым заданием Самвел. Маслый трош, цветы, говорю, кончаются. Вот видите, что делать. Я сейчас буду эксперимент делать. Ой, он же такой у тебя какой-то весь веселый. Вот видите, вот это постоянно переворачиваю так цветы. Принес два цветка домой. Дома, пожалуйста. И спорить с тобой? Да он тебе не празднует, Самвел. Ты его раб. Да, я служу его. Уже перевернул. И землю, и цветки, и цена цвета. Симба, тебе тоже интересно. Это первый способ, вот я делаю лук, перемешать с кофе. Я-то тебе вообще чуристи свечу. Сидит, смотрит. А у него специальный коврик на столе? Да, на столе, да. Я там готовлю, он там сидит. Уже побег, уже луком-то пахло. Хе-хе-хе. Передаем лук. Вот так миленько. Столовая ложка лука. Помещаем сюда. И столовая ложка молотого кофе. Все в чекмашку. Перемешали. Лук с кофе. Вот смотрите, это у меня первый цветок. Тут, значит, лук и кофе. Так а наша кофе? Смысл в том, что запах лука должен отпугивать кота. А кофе подмешивают для того, чтобы не было неприятного запаха для нас людей. Как бы нейтрализуют. Ну и плюс еще кофе используют как удобрение для некоторых растений. А, да, моя мама так робот. Ты снял видео? Конечно, можно посмотреть. Вот я вокруг. Гляньте, что дело. Зарывает цветок. Не нравится ему запах. То есть сам ты поцарапай мини-подоконник. Ты шо? Бедно китя. О, он стал... Ха-ха-ха. То есть стал сразу зарывать, да, цветок. Нет, подожди. Он зарывает вокруг. А он потом переворачивал цветок? А потом перевернул цветок. Не работает это, да? Не работает. Можно тоже глянуть. Ах, ты свинюка, ты мала. Гляньте, что вина дело. Томас, тебе совесть есть? Капец, я перевернул. Ладно, сейчас мы сделаем так эксперимент. Ну надо же, ноль эффекта. Да, ну вот, бачишь, свой способ ты мне не дала, подруга. Может быть, на вашего кота и подействует такая смесь, кофе и лук. Но, в принципе, мы доказали, что есть коты, на которых это не работает. То есть проблема осталась. А Юлечка? Я использовала цедру лимона. У меня не попался такой ароматный, вкусный, простой способ. Чтобы он перестал саме есть эти квиты, я взяла цедру лимона. Из лимона. Ты представляешь? Какая ты молодец. И я подмешала это в сами квиты. Ну давайте же глянем. Ты сняла видео? Вот, что вы думаете? Прямо цветы посыпала? Я прям посыпала на сам грунт. Аромат достаточно сильный. И мы знаем, что коты не любят этот аромат. Их отпугивает. Но на самом деле выявилось все не так. Не спрацовывает здесь посыпал. Я была уверена, что сработает. Конечно, цитрусы вообще коты не любят, они боятся. Лимоны? Да. Я даже, допустим, своему коту не то, что лимоны, мандарин. Мандарин. Ушку отброшу, он так отскакивает, как не знаю от чего. Я вообще взагалі думала, что все животные любят мандарины. Мандарины, все цитрусы. Коты не любят страшно. Да, а коты, я теперь уверена, что також любят цитрусы. Потому что вот миспосиб цедовый. Может быть, все, кто попадает в твой дом. Да, может, и там духаны какими-то набрызгают. Ну, в любом случае, если ваш кот вот так отреагирует на цитрусовые в цветочном вазоне, как этот котик, значит, вы будете понимать, что он не исключение. Этот метод не работает. Остаются всего два способа, я уже начинаю волноваться. А вдруг мы сегодня так и не найдем решение. Не волнуйся, Наня. Не волнуйся. А, значит, какой-то метод сработал. Они-то знают, а я пока нет. У тебя сработал? Не скажу. А у меня сработал. Сработал? Расскажи. Второй способ, который ты мне дала, можно тоже глянуть. Кушай, зайчик. Кушай. Это у меня самый-самый хороший, самый любимый. Да-да-да. Кушай травку. Кушай. Кот зашел на подоконник, поднялся, но сидел рядом с цветком, то есть он не трогал. Если вы пытаетесь отучить кота такой вредной привычки, важно предоставить ему альтернативу. То есть контакт с растениями, которые животное может грызть, должен быть обязательно. Ветеринары рекомендуют проращивать самостоятельно или покупать уже готовую траву для котов. Там содержится большое количество витаминов, микроэлементов, веществ, которые коту необходимы. Кроме того, мы знаем, что если котики гуляют на природе, на свободе, то они обязательно находят какую-то травку, грызут ее и таким образом и лечатся, и очищают желудок. Да, срыгивают шерсть. Да, и если вы не будете такую траву или другие растения, подходящие котам, высаживать из себя, то пеняйте, собственно говоря, не на кота, а на то, что вы о нем не забудете. 8 гривен стоит такой лоточек с зеленой травой. Это не так много, чтобы рятуваться. Горшок, цветок. Так этого хватит на очень длительное время. Юленька, ну ты посмотри, что ты творишь с котиком. Он же уже улегся, ему так хорошо. Надечка, я очень благодарю тебе за твои способи для меня, потому что они и той, и и другой ароматные, вкусные, какие там не гонючие. Да, свой способ. Надечка мне посоветовала использовать лаванду. Да. Самую, естественную, ароматную, пахучую лаванду. Он даже отвернулся, бедный. Она так, лаванда, фу. А что, они любят лаванду? Слушай, по-перше, вона обалденно пахнет в доме. В доме так, как, начи постоянная ароматерапия. Вкусно, классно. Я никогда не могла поверить, что там это не подобается. Они же любят все таки пахучие, как валерьянку, да, их все притягивает. Литом мы используем свежую лаванду. Зимою можно использовать сухую лаванду, прямо туда посыпать, и будет пахнуть. Вообще просто, да. Вот, просто. Он не то, что не подходит. Он просто, взагалі, вот, как стояли квіти, так красиво они и стоят. Прелесть какая. Вот сегодня у меня лаванды не было, и вот результат. Зашел в гости, сразу тут наш... Лаванда. Горная лаванда. А мои квіти никто не грызет. А, и еще очень хорошо, что мы понимаем, вреда здоровью котам мы таким образом не наносим. Я очень рада, что из четырех представленных два способа сработали. А это значит, что уже гарантированно прекратится в нашем доме перекидывание вазонов и обгрызание домашних растений. А я объявляю конкурс на самого ленивого кота Украины. Для участия в конкурсе присылайте смешные ролики со своими питомцами. Самое забавное видео выберут наши эксперты, и мы покажем вашего домашнего любимца на всю страну. И каждую неделю самого ленивого кота по версии «Все будут добрые» ждет приятный сюрприз от наших экспертов. Субтитры подогнал «Симон»